Осколки Перевод на русский язык Вюсал Мамедов Роли исполняем Нургули Шелчей, Еркан Петер Кая Джамал Финал, Эбру Воскан Нурсель Козе, Толга Текин Бюне Шемир, Эрту Грул, Постоклу Элвин Айдогду Бурак Штоскопаран, Алина Бос Лейла Таулав Гамзе Балин, Аслы Хан, Капан Шахин Композитор Айшеон Дермайки Режиссер сериала Джефф Дэд Мирджон Осколки Вот да, она пропала Подожди, еще не все вышли Вызов идет? Телефон выключен Зарядка села Разве это не Шейда? Да Шейда, где Казал? Она ушла А вы что, не в курсе? Куда ушла? Вы ничего не знаете? Ты о чем? Приехала большая машина Из нее вышел водитель И сказал, что ее хотят видеть Она села в машину и уехала Выкрали ребенка Не стоило ему доверять Успокойся, Гюльсерен Подожди КАРМА КАРМА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Добро пожаловать, господин Джихан. Вас искали. С кого начать? Не с кого. Запиши их всех на завтра и напомни мне потом. Завтра поговорим, хорошо? Слушаюсь, господин. Как дела, Джихан? Альпер, добро пожаловать. Как у тебя дела с французами? Мы почти договорились. Я тоже хочу войти в долю. Хорошо, не проблема. Ступительный взнос 12 миллионов долларов. Если у тебя есть такие деньги, не проблема. Я думал, что ты сам внесешь мою долю. С чего ты это взял, Фик? Я кое-что узнал. Вы выкрали мою дочь. Вы выкрали мою дочь. А я, как дура, поверила тебе. Обманщик, вы выкрали мою дочь. Альпер, выйди, пожалуйста. Джихан, а в чем проблема? Я доверилась тебе. Понимаешь, доверилась. Минуточку. Что ты мне обещал? Присядьте, пожалуйста. Ты мне что сказал? Доверяй мне. Я не сделаю ничего против твоей воли. Говорю. А я тебе доверилась. Все будет так, как ты хочешь. Я ничего не сделаю насильно. Я обещал это. Я сдержу свое слово. Но я не могу понять, что случилось. Объясни, пожалуйста. Не делай ведь, что ты не в курсе и меня унизил. Про что ты говоришь? Разве не ты отправил водителя и не выкрал девочку из школы? Я. Я отправил машину и выкрал Хазал. А разве нет? Нет. Ничего не понимаю. Я не отправлял машину и не крал Хазал. И не могу понять, о чем ты говоришь. Запомни, я не отдам вам Хазал. Ты можешь отправить адвоката, своих людей, водителя. Кого только пожелаешь. Но Хазал моя дочь. Я ее вырастила, и я ее мать. Я ее выкормила. Я с ней плакала. И я с ней смеялась. Может быть, мы и не живем в роскоши. Но она смысл моей жизни. Все, что у меня есть. Я люблю ее просто за то, что она есть. Ты меня понял? Понял? То есть ты думаешь, что моя любовь Хазал? Неискреннее? Да. У вас все неискреннее. Бульсариан. Алло. Алло. Диляра. Это Хазал. Хазал. Добрый день, Хазал. Мама Диляра отошла, а я подняла трубку. Значит, ты с Дилярой. Как хорошо. Да, мы с мамой Дилярой вышли за покупками. С кем ты разговариваешь? С папой Джиханом. Диляра пришла? Да, только что подошла. Передай трубку. С тобой хочет поговорить. Слушаю. Ты забрала Хазал с учебы? Да. А что случилось? У кого ты взяла на это разрешение? Джихан, мы можем поговорить об этом позже? Немедленно отвези Хазал домой. Немедленно. Диляра. Не смей мне приказывать, Джихан. А ты не зли меня, Диляра. Я уже устал от твоих самовольных выходов за моей спиной. Довольно. Немедленно отвези Хазал домой к матери. Мать Хазал, я. Она моя дочь. Диляра. Я заберу ее домой. Туда, где она и должна жить. Диляра. Я не знаю, почему ты так делаешь. И понять не могу. Будь разумнее. Отвези Хазал домой. Так мы не решим проблему. Нет. Так проблему и решим. Я кладу трубку. Не клади трубку, Диляра. Немедленно отвези Хазал домой. Ее дома ждет мать. Мы не вправе ее обижать. Что ты несешь, Джихан? Я тебе уже сказала, меня никто не интересует. Немедленно делай то, что я тебе сказал. Потом хуже будет. Благодарю. Благодарю. Алло, где ты, Дырья? Я дома. Ты газал нашла? Дырья. Юль Сарен, что произошло? Не молчи, ты мне нужна. Ладно, успокойся. Приходи ко мне, я тебя жду. Субтитры сделал DimaTorzok На первом мосту пробка, но второй вроде свободен. Господин Джихан ушел в торопях. Ушел? Брати Бога, что происходит, господин Альпер? Не знаю, но очень скоро все разознаю. Саумас, где ты? Ты не поверишь, что случилось. Подходите, люди добрые! Налетай, расхватывай! Русские подарки, чтобы внуки были счастливы. Самый большой подарок для нас, это ты, дедушка. Только посмотри на этого хитреца. Джанцу, ты до сих пор любишь играть в куклы? Дедушка, я уже выросла. Ладно, милая. Тогда повесь это у себя в комнате, как украшение. Восьмидесятилетний русский ребенок. Какая красота, дедушка. Спасибо тебе огромное. Зачем ты себя утруждал? Что ты такое говоришь, милая? Ты достойна большего. А это вам, господин Озан. Ух ты! Охотничный нож. Все он знает. Русские ходят с этим на охоту. Видишь? Прорези. Дедушка супервечный. Спасибо тебе огромное. Не за что, дорогой. Пойдемте теперь накроем стол и подготовим наш сюрприз. Если бы школа была хорошая, то и мои оценки были бы лучше. Но она просто ужасная. В каком смысле? Занятия меняют. Учительница английского вообще ушла в декрет. Говорили, что придет новая, но ее до сих пор нет. Не поднимай трубку. Они ее выкрали. Успокойся немного. А что говорит господин Джихан? А что он может сказать? Лжет. Говорит, что не знает. Бюльсарен. Может быть, это и на самом деле так? Тогда что? Неужели Аскан отправил машину из Германии и выкрал ее? Дырья все же ясна, как божий день. Как я могла поверить его лжи? Дурная моя голова. Как можно вообще верить таким людям? Пойду и заберу своего ребенка из их дома. Насильно? Надо будет и насильно заберу. Гюльсарен, не сходи с ума. Думаешь, они откроют тебе ворота, если выкрали на самом деле? Они тебя даже на порог не пустят. Тогда я пошла в полицейский участок. Это уголовное дело. Уголовное дело. Стой, Гюльсарен. Какой еще участок? Один из классов на уроке химии. Взорвал что-то в лаборатории. Поэтому директор закрыл лабораторию. Теперь у нас лабораторной комнаты нет. Это очень плохо. А в какую школу ходит Джан Су? А откуда ты знаешь про Джан Су? Папа Джихан сказал. Она ходит в частную школу. А в какую? В закрытый лицей. Я про него слышала. Очень хорошее место. Не под стать нашему. Сворачиваем два раза. Теперь вот так, вот так. Теперь сворачиваем это немного. И ставим на стол. Эмин, ради бога. Что это такое? Ты бы еще дерево посадила посередине стола. Убери это и принеси другую вазу. Поторапливайся уже. Люди должны видеть друг друга, когда идут. Дедушка, я смотрю, ты все знаешь. Внученька, твой дедушка профи в этом деле. А ты думаешь, откуда твой отец научился быть ресторатором? Это пойдет? Да, да, ставь, пойдет. Отлично. Внученька, твой дедушка принимал у себя самого Абрамовича. Дедушка, ты шутишь? Кто такой Абрамович? Очень богатый человек. Коллега, русский бизнесмен. Если честно, три месяца назад должен был приехать Путин. Звонил начальник его охраны, слышал про нас. Не поняла, куда он должен был приехать? В мой ресторан в Санкт-Петербурге. У тебя в Петербурге есть ресторан? Да, в Петербурге. Я его сдал в аренду. Почему? Потому что люблю вас и сильно соскучился. Из-за чего еще может быть? И что, Путин пришел? Нет, как только вышла эта заваруха на Украине, и все отменили. Как же это? Господин Рахмей, а разве еще не рано накрывать на стол? Еще не время ужина. Эмиле, знаешь, почему русские ужинают рано? Чтобы лучше переварить? Нет, чтобы доесть перед сном то, что не успели заужинать. А мы что, не поедем на другой берег? Сегодня пока не отхазал. Почему? Почему? Не вздумайте меня сдать. Доченька. Папочка, добро пожаловать. У тебя нет температуры сейчас? Я в порядке. А почему ты так рано пришел? Хотел проверить. Мою заболевшую доченьку. У нас для тебя сюрприз. Ты будешь сильно удивлен. Что тут происходит? Что это такое, сынок? Сынок, у тебя новая девушка? Тут даже водка есть. Это я принес. Иди ко мне. Сынок, милый. Ты совсем не изменился. Ты тоже отец. Живот немного вырос. Когда ты приехал? Сегодня. И сразу приехал сюда. Я хочу подать заявление. У меня выкрали дочь. У меня выкрали дочь. Как ее зовут? Хазал Гюльпинар. Ваша идея? Гюльсален Гюльпинар. Сколько лет вашей дочери? 14. А вы уверены, что ее выкрали? Может, она куда-то ушла? Я уверена. Она была на учебе. Но приехала какая-то машина, и ее оттуда забрала. Посмотрите на время. А ее до сих пор нет. Хорошо. Вы кого-нибудь подозреваете? Да, ее родного отца. Что? Вы опекун ребенка? Опекун? Вы же сами сказали, что ее выкрал отец. Он ее родной отец, но на самом деле не отец. Ты же говорила, что я твоя дочь, что именно ты меня родила. И ты меня не любишь. Привезла меня обратно в эти трущобы. Ну что ты такое говоришь, Хазал? Хазал, я тебя очень сильно люблю. Что это за любовь? Как я могу быть твоей дочерью, даже не находясь рядом с тобой? Хазал, милая, мы только сегодня познакомились. Нам надо немного времени, чтобы привыкнуть. Что значит познакомились? Я же твоя родная дочь. О каком времени ты говоришь? Зачем тогда предложила ехать с тобой к тебе? Я обещаю тебе, что заберу тебя отсюда. Ты будешь жить вместе со мной. Но не сегодня. А когда? Я решу эту проблему в самые кратчайшие сроки. Но так сразу не получится. Потерпи немного. Но я вас еще увижу. Конечно, милая. Минуточку, минуточку. Начните с самого начала. Я не понимаю, кто чья дочь. Детей перепутали в роддоме. Их ребенка дали нам, а нашего им. То есть их дочь воспитала я, а мою дочь они. Тебе не тяжело? Донести сможешь? Донесу. Хазал. Не сглазить бы. Вы весь магазин выкупили? Добрый день. Кем вы приходитесь, Хазал? Дай помогу, ты от меня не донесешь. Убери руки, я сама. Надеюсь, ты не обиделась? Пожалуйста, не обижайся. Это меня сильно расстроит. Хорошо. Я не обижаюсь. Кто там? Хазал пришла. А это кто? Кто там? Кто там? СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Хазал? Кто эта женщина, Хазал? Спасибо, дедушка. До свидания. Столько денег потратила на нее. Иди же. Спасибо большое. Хазал, что это? Она что похожа? Кто это тебе купил? Мама. Мама? Мама Диляра. Мама Диляра, это та женщина, которая тебя подвезла? Да, она забрала меня сегодня с учебы, и мы ездили за покупками. Ну, какая солидная, не сглазить бы. Вот ты теперь заживешь, доченька. Хазал, тебе просто сказочно повезло, доченька. Вы уверены, что эта семья выкрала вас, дочь? Я же не богата, чтобы просить у меня разрешения. Дайте мне одного полицейского, я пойду и соберу свою дочь. Попробуйте позвонить дочери. Вы звонили ей на мобильный телефон? Я позвонила, но она не отвечает. Тогда позвоните домой. Юль Сирен, из-за 100 лет работы такого не купить. Вот ты теперь заживешь, Хазал. Даст бог, и нам что-нибудь перепадет. Потерпи немного. Алло, сестра, Хазал, пришла? Пришла, она у себя в комнате. Слава богу. Слава богу. Послушай-ка, Юль Сирен. Спасибо, сестра, спасибо. Положила трубку. Идиотка. А вы боялись. Ребенка нет всего два часа, а вы сразу побежали в полицию. Стоило ли это вашего расстройства? Простите, пожалуйста, такое материнское сердце. Сразу в голову глупости лезут. Простите, что отняли у вас время. Спасибо большое. Бог вам помощи. До свидания. До свидания. Чего надо? Где ты была, доченька? Я от беспокойства чуть с ума не сошла. Да все в порядке, я уже пришла. Где ты была? Кто тебя забирал? Мама, я в порядке. Придешь, поговорим. Все, кладу трубку. Хазал. Видишь, с ней все в порядке, а ты запаниковала. Я подумала, что что-то случилось, что у меня забрали дочь. Думаешь, это как просто? Есть же закон. Мурсерен, пошли ко мне. Заварим и попьем чайку. Перейдем в себя. Нет, я пойду домой, чтобы удостовериться. Увидишь еще ее. Она же дома. Тем более и платье, которое мы купили у меня дома осталось. Пойдем и его заберешь. Пусть ребенок порадуется. Дедушка. А в Сибири холодно? Холодно? Да там все во льдах. Морозильник по сравнению с Сибирью это баня. Молоко там покупают в твердом виде. Это как? Вот так вот. Бросишь молока продавец, его нарезает и дает, и ты уходишь. А как они его пьют? Они его не пьют. Они его надкусывают и жуют потихонечку, пока оно не растает. Шучу. Они его нагревают, пока он не растает. Пойдем, папа, поговорим. Господин Рахми, из духовки идет запах, но я не могу понять, готова еда или нет. Не дай бог сгорит. Совсем заговорился тут с вами, надо посмотреть. А я как раз думала, когда ты позвонила, как красиво упаковать. А зал это платье очень подойдет. Давно ты ей ничего не покупала? Кто забрал ее с учебы, раз это был не господин Джихан? Наверное, его жена. Может быть, и жена. Он или она, какая разница? Они что, держат друг от друга все в тайне? Наверное. У них проблемы в отношениях. Джихан сказал, что они собираются разводиться. Джихан? И когда господин Джихан стал Джиханом? Я ему сегодня наговорила кучу глупостей. Юль Срен, не меняй тему разговора. Так с какого времени господин Джихан стал Джиханом? Давай, рассказывай. Ты про что? Да ладно, но все в порядке. Я что, не могу к человеку обратиться на ты? Я молчу, милая. Тут нет ничего плохого. Что ты так ехидно улыбаешься? Я не улыбаюсь ехидно. И что ты ему сказала? Чего только я не сказала. Назвала его лжецом, лицемером. И в конце обвинила его в том, что он хочет купить хазал. Тогда ты должна ему позвонить и попросить у него прощения. Думаю, не стоит. Ты чего? Позвони ему. Думаешь? Да, звони. Гюльцарен, я посоветовала позвонить. Но, может, не стоит? Почему? Может? Что? Думаешь, ты не то посоветовала? Тогда зачем настаиваешь, чтобы я звонила? Еще и нервируешь меня, Дырья. Сама виновата. Зачем я тебя слушаю? Он звонит. Ответь. Не буду. Ответь, он же беспокоится. Ты должна ответить, хотя бы из вежливости. Да ответь же. Слушай. Алло, Гусарен. Ты звонила недавно. Я не успел поднять руку. Да ничего важного. Хотела сказать, что хазал вернулась домой. Я знаю. Ты успокоилась? Простите, господин Джихан. Я наговорила вам сегодня гадостей. Это не проблема. Нет. Просто, когда мне сказали, что за хазал приехал водитель на автомобиле, а у меня таких богатых знакомых нет. Гусарен, послушай. Все так, как мы договорились. Я не изменился. А что это значит? Я такой же, каким ты меня и видела. Ничего не изменилось. Я не изменился. Папа? Милая моя, иди ко мне. Вот это сюрприз. Сама же знаешь, я люблю сюрпризы. Не ожидала, да? Мы не виделись 10 лет, папа. Вы прекрасно выглядите. Время нисколько не изменило вас. А ты же все такая же складка речила. Вот такая должна быть настоящая невестка. Пройдемте в дом. Пошли. Пошли. Рассказывай, что ты делал все это время? Да что рассказывать? Работа, забота, суета. Вот и все. Теперь успокоилась? И не говори. Что-то ты не в себе. Влюбилась, что ли? Какая еще любовь? Что ты сразу зришься? Что я такого сказала? Я была очень тронута тем, какой же он хороший отец для Джан Су. В тот день мы ходили с Джан Су, в Центр Здоровья. Знаешь, кому она позвонила? Она позвонила первым делом папе. Меня это так тронуло. А потом подумала, а у Хазала есть только я. А был бы у нее еще и такой солидный отец? То есть, господин Джихан такой солидный? Я тебе про что говорю, а ты на что намекаешь? Сколько лет мы уже дружим, Гюльсерен? Сердце твое кричит, а разум боится признаться. Гюльсерен, почему женщина влюбляется в мужчину? Я, например, могу влюбиться в мужчину за его безрассудство. А ты можешь влюбиться, если будешь мужчине сильно доверять. Любовь всегда находит путь к сердцу человека. Ты можешь отрицать, сколько твоей душе угодно, но ты влюбилась. Господин Джихан женат. Мое положение известно. Нет, это просто невозможно. Почему нет? Смотри, господин Джихан разводится. Ты тоже подала на развод с Асканом и не видела его годами. Все, пойду прогуляюсь. Куда пойдешь? Милая моя невеста. Это тебе от меня небольшой подарок. Зачем вы, папа? Ну что ты, милая? Какая красота. Это Скорпион. Не знаю, что за вид там написано. Я в этом не разбираюсь. Спасибо огромное. Ты достойна большего, милая. Спасибо. Итак, господин Джихан. Ты же любишь запонки? Люблю. Это тебе. Какие роскошные. Спасибо большое. Ну что ты, вы моя семья, сынок. У меня есть еще кто-то, кроме вас? Нету, папа. Папа, посмотри на мой подарок. Охотничий нож. Русские ходят с ним на охоту на волка. Папа, ты не нашел ничего другого привезти Азану? Нет. Папа, спасибо, что подумал обо всех нас и привез подарки. Но принять это... Он молодой парень, я пойдет с ним на охоту, почему бы и нет. Папа, что Азан потерял на охоту? Папа, я собирался просто положить его себе в шкафчик. Ты прав. Я даже не подумал об этом. Дай мне, я его спрячу. Я его возьму. Милая Азан. Пусть останется у меня. А мы купим тебе что-нибудь другое, Джон. Она кричала Джихану, что он ее обманул прямо в офисе. Как он ее обманул? Что он ей сделал? Откуда я знаю? Наверное, сделал ребенка и бросил ее. Когда еще он сделал ей ребенка? Она только сейчас это поняла? Не знаю. Может, они были вместе до недавнего времени и расстались. Не думаю. Тут что-то другое, Альпер. Меня интересует это. В итоге у Джихана есть незаконнорожденный ребенок. Зачем он выкрал ребенка? Откуда мне знать? Я должен срочно поговорить с Джиханом. Не торопись. Почему? Потому что Джихан импульсивный человек. Он ни на что не посмотрит. Он ничего не сможет сделать. Не будь так уверен, Альпер. Что будет, когда ты Джихану все скажешь? И что же будет? Он поймет, что ты его шантажируешь. Пойдет и все расскажет Диляри. Не будь смешной, Салмаз. Не смейся. Он может это сделать. Джихан на все способен. А ты останешься у разбитого корыта. Джихан никогда не сможет пойти и сказать Диляри, что у него незаконожденный ребенок. Еще как сможет. Салмаз. Сколько он сможет держать это в тайне? Шесть месяцев? Год? Пятнадцать лет же скрывал. Ты меня не слушаешь. Женщина приходила в офис и устроила скандал. Если она так и будет провожать, то смысла от этого не будет. Все и так все узнают. Пойду и скажу Джихану, чтобы внес мою долю. А если он откажет, что тогда? Пойду и с удовольствием расскажу Диляри, что у него ребенок от другой женщины. Не списывай меня со счетов, Салмаз. Я сравняю доверие к ним в обществе с землей. Их доверие не стоит двенадцати миллионов долларов. Подумай хорошенько. И что сказала тебе мачеха? Не предложила поехать к ним жить? Какая мачеха, тетя? Она моя родная мать. Как быстро привыкла. Где они живут? А тебе зачем? В гости собралась? Может и собралась? Тебя же я вырастила. Я от тебя не откажусь. Какая она, твоя мама, красивая? Я сверху не разглядела. Смотри. Какая красивая. Совсем молоденькая. Сколько ей лет? Откуда я знаю, тетя? Какая же ты любопытная. Ну что ты сразу возмущаешься? Как только мать купила пару тряпок, язык сразу вырос. Ты называешь это тряпками? Приглядись. Все брендовое. Ты в жизни такого не видела. Все очень красивое. И со вкусом. Да и моя красавица достойна только этого. Ты мой прекрасный цветок. Сладкая моя. Как же классно фотографирует. Хазал, дай мне свой старый телефон. У меня камера не работает. Не камера, тетя, а камера. Камера. Бери. И меня сфотографируй. Иди сюда. Скажи, сэйр, сэйр. Хазал, доченька, смотри, что я тебе купила. Сфотографируй еще раз. Что тут происходит? Ничего, как видишь. Мы делаем сэйфи на мой новый телефон. Откуда он у тебя? Ее мать ей купила. Сколько вещей ей она купила? Потратила около 20 тысяч лир. И все брендовое. Ее мать чего только не купила ей. Не успевали четыре руки выгружать из машины. Еще это купила. Как называется? Планшет, тетя, планшет. Как называется? Что ты делаешь? Не трогай. Ну что ты делаешь? Этому здесь не место. Я это забираю. Я никогда не отдам их тебе. Отдай сюда. Я не растила тебя попрошайкой. Я вырастила тебя гордой девочкой. Их купила мне моя родная мама. При чем тут попрошайничество? Твоя мать? Я. Я. Нет, моя мать Диляра. Отдай мне. Хазал, ты не продаешься. Они не смогут тебя купить. Что ты несешь? Их купила мне моя мама. Идиотка. Не говори глупостей. Отдай мне мои вещи. Отойди. Куда ты пошла? Отдай мне. Гюльсерен, верни мне мои вещи. Иди домой. Не ходи за мной. Никуда я не пойду. Верни мне мои вещи. Верни мне мои вещи. Гюльсерен, мне их купила моя мама. Отпусти. Их мне купила моя мама. Кто ты вообще такая? Верни мои вещи. Их купила мне моя мать. Моя мать. Отдай их. Это мои вещи. Мне их купила моя родная мать. Ты кто вообще такая? Верни мне их. Я уеду от тебя и буду жить со своей родной мамой. Ты не моя мать. Ты не можешь, если ты была мояocracy. Ты не моя今回. Ты не моя bénка. Субтитры подогнал «Симон» Казал, милая Казал, погляди, что я тебе покажу А это платье тебе купила Гюльсерен Я ненавижу Гюльсерен, ненавижу Слушай, минуточку Говори, брат Ты дома? Заезжай в наш бар, поговорим К сожалению, не могу Угадай, что случилось? Мой отец приехал Дядя Рафми? Ты шучишь? Он же вроде жил сам в Петербурге Да, в Петербурге, но теперь приехал Кто знает, что он опять задумал? Не думай сразу о плохом Может, он просто приехал повидаться с вами Ты думаешь, я его не знаю? Он точно что-то задумал Он не приехал бы просто так Но, если честно, у меня есть проблема и поважнее Какая же? Дедушка, прости, но я пойду к себе в комнату Приму душ и подготовлюсь к занятиям Иди, солнышко Спокойной ночи Хорошенько высуши волосы, доченька Не то заболеешь Ты приняла лекарства? Приняла Спокойной ночи Спокойной ночи Сама, милая, спасибо большое Разве это так подают? А где остальное? В каком смысле? Иди, сама, милая Остальное я сделаю сама Два Так и СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА За твое здоровье. За здоровье. Илдерым, поэтому нам надо срочно поговорить. Джихан, думаю, тебе не стоит торопиться. Нельзя просто так разрушать семейный очаг. Илдерым, мой семейный очаг уже был разрушен, когда я его только создал. Я всегда играл в счастье. Илдерым, с тобой было то же самое. Разве ты не понимаешь? Конечно, понимаю. Но у тебя есть дети, а у меня их нет. Ты хочешь, чтобы и дети были несчастными? Я тебе чуть позже перезвоню. С кем ты разговаривал? На самом деле, Скорпион? Подарок тебе в пору. Ты ничего не хочешь мне объяснить? Нечего объяснять. Ты мне угрожал. Ты сказал, что если я не отвезу Хазал домой, то мне придется иметь дело с тобой. Говорю. Ты сказал, чтобы я не портила твои отношения с госпожой Гюльсерен? Говорю. Сказал, что в противном случае мне придется отдать им джанцу. Ты собираешься повторять все, что я сказал? О, Зарин. Да, дедушка. Может, поиграем в нарды? Есть дома нарды? Есть, но я не очень хорошо играю. Кто это? Ты серьезно? Внук Рахми Гурпинара не умеет играть в нарды? У меня весь мир из-под ног ушел. Где-то были нарды. Сейчас спрошу у матери. Беги. Надеюсь, ты не думаешь, что я отвезла Хазал домой из-за твоего блефа? Так почему ты это сделал? То есть, ты не блефовал? Ты знаешь меня 19 лет. Ты когда-нибудь увидела, чтобы я блефовал? Ты можешь отдать свою родную дочь? Только мне назло? Ты просто отвратительный человек, расспособен на это. С чего ты решила, что я отдам Джанцу? Джихан, скажи открыто, чего ты хочешь? Я никому не отдам Джанцу. Я все правильно расслышал? Ты решил отдать Джанцу, папа? Ты все правильно расслышал. Твой отец совсем потерял рассудок и хочет отдать Джанцу. Я никому не собираюсь отдавать Джанцу. Тогда объясни мне, Джихан, что означает твое утверждение, что мне придется отдать Джанцу? Какой же ты бессовестный. Иди в свою комнату, Азан. Не вмешивайся в это. Иди. Неужели ты настолько жалок, что способен отказаться от своей дочери? Азан, не смей разговаривать со мной в подобном тоне. Тогда объясни, почему ты хочешь отдать Джанцу? Слушаю вас. Минуточку, госпожа. Отпусти, госпожа Диляра. Госпожа Диляра. Госпожа, стойте. Госпожа Диляра. Выйдите немедленно. Пусти. Пусти ее. Моя дочь не продается, госпожа Диляра. Вы думаете, что все можно купить за деньги? Хотите купить мою дочь своими подарками? Вы думаете, что все можно купить за деньги? Вы не сможете купить мою дочь. Она моя дочь. Моя. Она моя дочь. Успокойся. Пойдем поговорим. Не не о чем с вами разговаривать. Не могу поверить, отец. Что за позор? Джанцу, доченька. Отпусти. Гульцерет. Гульцерет, успокойся. Давай поговорим. Что случилось? Я тоже человек. Я тоже мать. Вы не имеете права меня унижать. Никто не посмеет тебя унизить. Вы хоть понимаете, какой вы мне вред нанесли? Хазал и так стремится к роскоши. Мы же жили спокойно, никого не трогали. Как я теперь ее верну к прежней жизни? Что я могу ей дать в сравнении с вашим богатством? Я упала в глазах моей дочери до самого дна. Я обещал тебе, что никто не сможет отобрать у тебя Хазал. Я не позволю. Доверься мне. Я понимала, что тебе нельзя доверять. Больше нам не звоните. Не ты, не твоя жена. Больше не ищите Хазал. Хватит, все кончено. Не уходи, Бальцаран. Субтитры создавал DimaTorzok Джин Су. Как же ты быстро от меня отказалась, мама. Не говори глупостей, Джин Су. Разве я могу от тебя отказаться? Джин Су. Минутку. Джин Су. Джин Су. Доченька, отопри дверь. Джин Су, прошу, отопри дверь. Доченька, ты все неправильно поняла. Прошу тебя, открой дверь. Доченька, открой, и я тебе все расскажу. Прошу тебя, открой дверь. Доченька, открой. Прошу тебя, открой дверь. Джин Су. Сынок, когда я сказал твоей матери, что ей придется отдать Джин Су, я имел в виду другое. Ты все понял неправильно. Ты и Джин Су все, что у меня есть, и я никому вас не отдам. Но по-другому до твоей матери не достутишься. Что это значит? Если бы не я, твоя мать собиралась привезти Хазал в этот дом, сынок. Навсегда? Да, навсегда. Мы же даже не познакомились. Что тут вообще происходит, а? Может кто-нибудь объяснит мне? Успокойся, папа. Сейчас для этого не лучшее время. Джаган, не злите меня. Джаган! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова 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 Теперь ты довольна? Джихан, я не хочу разговаривать. А ты не будешь говорить? Ты будешь слушать, Диляра. Слушать? Что ты натворила? Мы же собирались решить все мирным путем. Что с тобой происходит? То есть, как ты? Я все видела, Джихан. Под предлогом решить все мирным путем, ты себе многое позволяешь с этой простушкой. Постыдился бы хоть. Моя ошибка была в том, что я женился на такой эгостичной женщине, как ты. Это я эгостична? Да, ты! Я просто хочу своего ребенка. А.Кулакова Перестань. Весь мир видится тебе только в черно-белом цвете. Довольно? Довольно. Это еще не все. Ты думаешь только о себе. Для тебя существуют только твои чувства, твои желания и твоя жизнь. Я не хочу говорить. У нас был всего лишь один шанс. Мы могли все решить мирным путем. Ты лишила нас этой возможности и все уничтожила. Теперь иди и сделай все, что хочешь, но вымолви прощение у Джан Су. Лучше подумай, как ты это сделаешь. Лучше подумай, как ты это сделаешь. Лучше подумай, как ты это сделаешь. Мы же жили спокойно, никого не трогали. Как теперь я ее верну прежней жизни? Что я могу ей дать в сравнении с вашим богатством? Я дал тебе слово. Никто не посмеет отобрать у тебя хазал. Этого я не допущу. Доверься мне, пожалуйста. Я понимала, что тебе не стоит верить. Больше нам не звоните. Хватит, все кончено. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Что ты делаешь? Не трогай! Этому не место здесь. Я это забираю. Я никогда не отдам их тебе. Отдай сюда. Я не растила тебя попрошайкой. Я вырастила тебя гордой девочкой. Это купила мне моя родная мать. Кто ты вообще такая? Субтитры создавал. Субтитры создавал. Ты уходишь уже? Да, я тебя крепко обниму. Доброго тебе дня, мои единственные. Доброго дня. Пусть твой день пройдет прекрасно, милая моя. Ты проснулась, деточка? Тетя, верни мне телефон. Гюль Селен вчера мой новый телефон сломала. Я тебе его как раз и принесла. Теперь ты у матери и денег не сможешь взять на карманные расходы. Она мне не мать. Я просто так сказала. Возьми, положи себе в карман. Потратишь, как захочешь. Спасибо, тетушка. Хоть ты у меня есть. Я не понимаю, зачем столько шума. Включила свою гордость. Идиотка. Как будто гордость насыщает пустой желудок. Будь у нее хоть немного ума, мы бы все зажили припеваючи. Но я-то понимаю, что к чему. И что же? Она не хочет свою родную дочь приводить в эти трущобы. Что ты несешь? Разве я не права, Хазал? Она живет в роскоши, а ты существуешь в этой мусорке. Я скоро перееду жить к своей семье, тетя. Тише. Конечно, переедешь. Я на твоей стороне. И я сделаю все, чтобы тебе помочь. Мама сказала, что мне надо немного потерпеть, и она заберет меня к себе. Молодец. Какая решительная женщина. Жить со своей родной семьей – это твое право. Эх, что ты так вздыхаешь? Боюсь, что ты переедешь жить к ним и совсем про меня забудешь. Я никогда не забуду про тебя. Ты же не Гюлсарен, ты мне желаешь только добра. Ну да, я тебе желаю только добра. Ты заслуживаешь жить в светском обществе, в богатстве. Я и буду так жить. Я, как только перееду, заберу тебя к себе. Что ты смеешься? Я скажу маме Диляре, что меня вырастила тетушка и вложила в меня много сил. Она не откажет. Тетушкина радость. Ты живи в богатстве, в достатке. А мне ничего другого и не надо. Доченька, почему ты сегодня так рано встала? Хазал. Так и ушла, не позавтракал. Хоть постеснялась бы. Ты не доедала, не досыпала все для нее. А она даже разговаривать со мной не хочет. По правде говоря, она права. Там ее ждет роскошная жизнь, а здесь бедность. Иногда думаю плюнуть на все и отдать ее. Пусть живет по-человечески. Гюлсарен. Надеюсь, ты ее не отдашь бесплатно? Что? Ты в нее вложила столько сил, милая? Ты думаешь, я делала это ради денег? Алло? Сестра, это я, Оскан. Не, нет, бесстыжая. Совсем забыла про меня. Не звонишь? Оскан, брат, я тут от беспокойства с ума схожу. Ночами спать не могу. В какую беду ты попал? Да, влез тут в одну драку. Долгая история, одним словом. Ты хоть в порядке? Когда выйдешь на свободу? Я в порядке, но так просто отсюда не выйдешь. Надо нанять адвоката. Так найми и скорее выходи на свободу. Послушай, Оскан, тебе надо срочно приехать в Турцию. Тебе легко сказать найми. Адвокат хочет 30 тысяч евро. Что? Немет, бессовестная. Ну ты даешь. Я пошла к Дырье. Удачи. Куда ты делал деньги, которые я отправил? Потратил на твою дочь. Одни, одни убытки. Я уже не успеваю за ними. Послушай, тут проблемы кое-какие. Какие проблемы? Те же самые, что и были. Ничего не меняется. Говорила же тебе, разведись. А ты мне ее на шею повесил? Да ты все про то же. Я же сказал, исполнить, захазал 18 лет, и я разведусь. Пока ей 18 исполнится... Не дай то сейчас. Мне нужны деньги. Где я тебе найду 30 тысяч лир? У меня есть самое большее. Полторы тысячи евро. Из того, что я откладывала на черный день. Помолчи. Заложи дом. Дон? Ты с ума сошел? Совсем обезумел. У нас больше ничего нет. Прикажешь жить нам на улице? И что, я должен взглянуть за решеткой? Делай то, что я тебе сказал. Тут есть один адвокат турок. Я скажу, чтобы он тебе позвонил. Заложи дом, и все остальное он сам решит. Один случай на миллион и произошел именно с вами. И не говорите, папа. Последние дни прошли как в кошмаре. Вы видели женщину? Как бы вам объяснить, она... Дешевка. Вулигарная. Ее даже подпускать близко нельзя. Невозможно. Джан Су настаивает. Хочет поближе познакомиться со своей мамой. А запрещу? Она меня возненавидит. Зачем тебе запрещать? Пусть узнает ее поближе. Побудет с ней пару дней и поймет, какая она дешевка. Лучше скажи, что думает Джихан. А что может думать Джихан? Мы должны найти компромисс, чтобы никого не обидеть. Какой еще компромисс? Эта девочка наша. Папа, вы на самом деле так думаете? Конечно же. Как же по-другому? Если она наших кровей, значит она наше дитя. Я так рада, что вы так думаете. По-другому и быть не может. У меня большие возможности. Помогите мне. Я на твоей стороне. Не переживай. Эта девочка – наше дитя. И мы заберем ее любыми методами. И вопрос будет закрыт. Папа, как хорошо, что вы приехали. Мне так полегчало. Я устала от ссор с Джиханом. Он на все смотрит по-другому. Не так, как мы. Госпожа Деляра, завтрак готов. Спасибо, Сэма. Мы сейчас придем. Пойдемте в дом, папа. Заодно приведу и Джансу. Пойдем. Доброе утро, сынок. Джансу еще спит? А где твой отец? Не знаю, дедушка. Наверное, на работу ушел. Машины нет в гараже. Ну и хорошо. А хочешь нож обратно? Конечно, дедушка. Спасибо. Спрячь хорошенько, чтобы отец не узнал. Он ничего не узнает. Джансу? О! Спасибо, Аминэ. Приятного аппетита. Сынок, а почему ты так груб с матерью? Она же просто пожелала тебе доброго утра. Дедушка, ты не видел, что она вчера сделала. Пошла с этой девчонкой на шопинг. Еще и сделала с ней селфи. Никто не может заменить Джансу. Конечно, никто. Разве что ты имеешь в виду? Ну и вторая девочка твоя сестра. Она наших кровей. Про какую кровь ты вообще говоришь? Не говори так, сынок. Кровь очень важна, сынок. Кровные узы так же важны, как и семейные. Запомни это. Ладно, пойду спрячь нож, пока мама не увидела. Чай или кофе, господин Рахми? Чай, чай. Сэмах. Ты видела Джансу? Нет. Разве она не у себя в комнате? Что случилось? Папа, Джансу нет. Что, так сразу волнуешься? Она забрала пальто, сумку, одним словом ушла. Значит, пошла на учебу, доченька. Папа, но еще слишком рано. До начала занятий целый час. О боже, не отвечает. Куда она могла пойти? Диляра. Доченька, не хочу тебя расстраивать, но, может, она пошла к той женщине? Не думаю, папа. Что я там делаю? Позвоню Джихану. Зачем звонить Джихану? Он скажет тебе отставить ее в покое. Ты лучше скажи, знаешь ли ты адрес той женщины? Да. Тогда давай, пошевеливайся. Ну, папа. Пошевелись, шевелись. Свежие булочки. Дай мне пару штук. Кладу деньги сюда. Свежие булочки. И еще чего-нибудь, сестра? Нет. Я взяла газету. Гюльсерен, что вчера произошло? Вы с дочерью весь двор на уши поставили. Побыстрее, Аббат. Спасибо. Она так сильно ругалась с Хазал, от шума уши закладывала. А почему? Откуда я знаю? Думаю, Гюльсерен что-то мутит. Поэтому Хазал и кричала. В каком смысле? Ее мужа здесь нет. Вот она и отбилась от рук. Какой-то мужчина подвозил Гюльсерен до дома. Она даже не стесняется. О чем-то в машине с ним шушукалась. Серьезно. Добро пожаловать. Возьми это. Заходи. Боже, помоги мне найти хорошую работу. Найдешь. Потерпи немного. Я устала от такой жизни. Кушай, доченька. Я сам тебя отвезу на учебу. Знаешь, папа, а у Элис две мамы. А у твоей подруги? Одна родная мама, а вторая мачеха. Они обе так сильно любят Элис, что она иногда путается. Которая из них родная мать? Что за глупости, милая? У меня тоже две мамы, но ни одна из них меня не любит. Даже не знаю, на которую из них мне больше обижаться. С чего ты это взяла? Ты сам видел вчера ночью, как мама Гюльсерен любит свою дочь. Я имею в виду Хазал. Дочь, как милая моя, с чего ты взяла, что она не любит тебя? Я так чувствую. И почему же? Нет, по правде говоря, я на нее не злюсь. Она, может, и не привыкнет ко мне. За что меня вообще любить? Я поражаюсь своей матери. Она только познакомилась со своей дочерью и сразу с ней стала фотографироваться. Побежала по магазинам за покупками. Я отойду в сторону. Пусть они будут счастливы. Бросавица моя, выслушай меня. Папа, может, вы отправите меня учиться в закрытую школу? Любимая моя, единственная. Послушай меня. И твоя мама и госпожа Гульсирен очень сильно любят тебя. На самом деле, очень сильно. Вчерашний случай есть тому доказательство. Папа, я уже не ребенок. Прошу тебя, перестань. Конечно же, ты не ребенок. Ты моя единственная. Ты у меня самая умная, чуткая, добрая. Ты единственная любовь в моей жизни. Моя красавица. Солнышко, прояви к вами терпение. Который из них? Кобейн. Твоя мама немного запуталась в последние дни. И знаешь почему? Потому что ты такой прекрасный реберок, что твоя мама не может принять хазал. И все эти глупости, селфи-шоппинг и тому подобное. По этой причине. Понимаешь меня? Она не может свыкнуться просто. Тогда мама Гульсирен не сможет ко мне привыкнуть, поэтому она и не ищет встречи со мной. Ты ошибаешься. Поверь мне, госпожа Гульсирен очень сильно любит тебя. А ты откуда знаешь? Потому что я с ней разговариваю, встречаюсь. Она уже давно приняла тебя как родную дочь. Тогда почему она не зовет меня к себе домой? Почему не хочет меня видеть? Может, она стесняется. Из-за бедности? Откуда я знаю? Папа, ну какое это может иметь значение? Ведь она моя мама. Может, она не знает, что ты так думаешь. Может, она боится, что не сможет сделать тебя счастливой. Ты звонишь госпожа Гульсирен? Правильно, звони. Данный абонент временно недоступен. Она недоступна. Звонки не доходят. Ничего, дочка. Позже позвонишь. Ешь, давай. Ты уже опаздываешь на учебу. Кушай, милая. Ежин, стена моя. Пашина любвица. В этом районе живет ребенок? К сожалению, да. Это же настоящий трущоба. Диларо, ты права. Мы обязаны забрать нашего ребенка отсюда. Давай вначале заберем Джинсу, папа. Вот это здание. Это? Да. Я не буду выходить из машины. Не хочу видеть эту женщину. И не надо. Правильно. Я с ней поговорю на языке, который она понимает. Заберу нашу девочку и вернусь обратно. Еще 4 оттуда. Получается 12 тысяч евро. Что мне теперь делать? Ах, Оскан, ты меня уничтожил. Думала, как все уберечь от Гюль-Сарен, а тут ты все решил у меня отобрать. Подлец. Минуточку. Иду, иду. Слушай, у вас кого-то ищете? Это дом госпожи Гюль-Сарен? Да. Не буду тянуть, я пришел за Джинсу. Зови ее сюда. Кого? Джинсу. Ничего не понимаю. А, вы имеете в виду родную дочь Гюль-Сарен? Пожалуйста, проходите. Что вы стоите на пороге? Мы тоже совсем покой потеряли в эти дни из-за этой путаницы, господин. Уже несколько дней глаз замкнуть не можем. Прости, а ты кто? Я Кериман, тетя Хазал. То есть, ребенка, которого мы воспитали. Ведь оказалось, что моя родная племянница это Джинсу. А вы кто? Рахми Гюль-Пенар. Я дедушка Джинсу. Неужели я так рада знакомству с вами? Пожалуйста, проходите. Какой кофе предпочитаете? Нет, спасибо. Не утруждай себя. Что вы такое говорите? Джинсу вчера вечером была расстроена. И я предположил, что она может прийти сюда. Ее здесь нет. Я не в курсе, где может быть Джинсу, но... если хотите Хазал, мы можем договориться. Мне кофе без сахара. Слушаюсь. Есть работа швеей, но там график жесткий. А ты что с работой будешь делать? Мой в последнее время хорошие деньги зарабатывает. Не сглазить бы. Отдохну немного и найду что-нибудь. А что было потом? Я же тебе все рассказала. Все, что купила эта женщина, обувь, планшет, телефон, швырнула им на порог и вернулась домой. Хазал сильно расстроилась? Сильно. Не разговаривает со мной. А ты чего вздыхаешь? Меня винишь? Даже не знаю. Я разве нищая? Нищая? Мне не нужна их милостыня. Я зарабатываю деньги в поте лица. Разве я что-то говорю? Тогда почему молчишь? Просто хоть какая-то радость была для ребенка. Я тоже много хочу, но не все же получается. Юлис Рен. Не относись к вещам, которые купила та женщина, как к милостыне, что ты сразу начинаешь кричать. Выслушай. Поставь себя на их место. Ты богата, живешь в достатке, а твоя дочь живет в бедности. Разве ты не захотела бы ей помочь? Не хотела бы, чтобы твоя дочь жила в лучших условиях? Что в этом плохого? Как это понимать? Чего ты добиваешься, пытаясь отдалить от них Хазал? Она вообще уйдет от тебя, и ты ее потеряешь навсегда. Я этого и боюсь. Боюсь, что она меня оставит и уйдет навсегда. Что будет, вдруг она меня бросит? Судьба у меня, видать, такая. Не говори глупостей. Я уже жалею, что это тебе сказала. Ты должна найти с ними общий язык во благо Хазал. Позволь им помочь. Выделят ли они на нее денег или отправят в частную школу, неважно. Это все нормально и никакого отношения к попрошайничеству не имеет. А что я могу дать Джансу, кроме нищеты? Свою любовь, свое сердце, материнскую заботу, что может быть более ценным? Она в другом и не нуждается. Вы ищете Хазал? Хазал нет. Она в школу ушла. Хорошо. Да что она о себе возомнила? Папа, а Джансу где? Ее здесь нет. Нет? Нет. Слушаю, Диляра. Джихан, ты знаешь, где Джансу? Да, с утра мы позавтракали вместе, я отвез ее на учебу. А тут она собиралась в конный клуб. Ты не подумал, что и мне надо было поставить в известность? Я сказал госпоже Эльмине, Диляра. А мне что с того? Я должна спрашивать, где ты у госпожи Эмине? Диляра, зачем ты все преувеличиваешь? Мы просто решили позавтракать с утра, как папа с дочкой. Как это не преувеличивай? Я чуть с ума не сошла, когда не нашла ее утром в комнате. Что за безответственность? Почему ты кричишь, Диляра? Чего ты добиваешься? Забрал Джансу ни свет ни зря из дома и пошел завтракать? Диляра, не кричи. Я все эти годы тебе только это и повторяю. Не кричи. Не повышай на меня голос. Наши отношения с Джансу и так натянуты. Не подливай масла в огонь. Да иди ты. Что за глупости? Бросил трубку. Какая же ты нетерпеливая. Он хочет меня свести с ума. А у меня к тебе была хорошая новость. Какая? Я поговорил с тетой и девочкой. Говорит, что сможем договориться. С тетей Хазал? Да. Разве есть на свете что-то, что нельзя купить за деньги? Давай, поехали отсюда. Мне уже начинает тошнить от этого запаха. Поехали, папа. Мне и самой здесь противно. Гюрсерен. Эта женщина опять приезжала. Какая женщина? Та, которая вчера подвозила Хазал. А с ней был мужчина. Какой мужчина? Очень представительный. Такой пожилой. Хорошо одетый. Добро пожаловать, Гюрсерен. Кто приходил? Никто. Приезжала эта женщина, Тиляра. Ей богу никого не было. Не лги. Хаджар сама видела. С ней еще был мужчина. Она тоже приезжала? Она сюда не поднималась. Только мужчина. Господин Рахмей. Кто такой господин Рахмей? Дедушка Джансу. Он Джансу искал. Подумал, что она может быть здесь. А что случилось с Джансу? Джансу сбежала из дома. Он подумал, что она может быть здесь. Так почему же ты молчишь? Ни слухом, ни духом. Добрый день. Я не могу сейчас вам ответить. Оставьте свое сообщение. Отец тоже нашел время приехать. А что такое? После того, как я подам на развод, я не смогу жить с Дилярой в одном доме. Что мне делать с отцом? А он не планирует вернуться в Россию? Не думаю. Он уже прикипел тут. Не думаю, что он уедет. Спасибо. На здоровье. Благодарю. Джихан. Брат, брата. Мне это не нравится. Подумай лучше. Я уже принял решение. И что будешь делать? Перееду в другое место. Переедешь. Ты думаешь, это верное решение? Ты подумал о детях? Я только о них и думаю уже. Не знаю, как я им все скажу. Но мне надо обязательно с ними поговорить. Джихан. Не хочу тебя расстраивать. Но я не думаю, что Диляра так легко согласится на развод. Она может делать все, что ей вот. Мне безразлично. Есть еще финансовая сторона вопроса. Сам знаешь. Половина всего принадлежит Диляре. То есть, может тебе дорого обойтись? Ради бога, здорово. Разве ты меня не знаешь? Сколько раз я падал на дно. И поднимался на самую вершину. Не проблема. Я опять найду способ встать на ноги. Мне плевать на деньги. Это же не главная проблема, не так ли? Что случилось, Джихан? Вчера вечером Гульсарен сказала. Что сделала ошибку, доверившись мне. Тяжелое обвинение. Да, тяжелое. Но она права. Потому что я не могу сдержать свое слово. И Диляре спасибо. Помогай мне в этом. Ты слишком требовательный к себе, Джихан. Ты не обязан все контролировать. Диляра сделает все, что в ее руках, чтобы помешать. Это будет тяжело, Джихан. Очень тяжело. Я понимаю, что это. Понимаю. Но даже если я упаду и потеряю все, я разведусь. Жизнь дается всего лишь один раз. Я знаю, на что способна Диляра. И я готов к этому. Гульсарен. Алло, Гульсарен. Добрый день. Как ты? Рад тебя слышать. Я хотела спросить о Джансу. Она сбежала из дома? В каком смысле сбежала? С чего ты это взяла? К нам приезжал ее дедушка. С ним была и твоя жена. Я все понял. Но все в порядке. То есть? Все в порядке. С Джансу все хорошо. Мы сегодня утром встали рано и ездили позавтракать вне дома. Когда мы вышли, все спали. Поэтому ничего и не знали. Слава Богу. А то я уже начала беспокоиться. Спасибо большое. Удачного дня. И тебе. Минуточку. Не ложи трубку. Гульсерен. Нам надо встретиться. Нет. Не стоит. Гульсерен. Давай встретимся. Нам надо поговорить. Альпер, ты что? До сих пор не пошел еще на работу? Опять без задних ног спал. Я ресторатор, а не пекарь. Вот же беззаботный. Сегодня я пойду в Абанк. Осталось только поймать Жихана в офисе. Альпер. Диляра точно ничего не знает? Откуда ей знать, если ты никому не сказала? Ты держал свой язык за запомнил? Кому я могла сказать? Тогда она ничего не знает. Пожелай мне удачи, чтобы я сегодня конец удавил Жихана. Удачи? Дорогое? Но зато отлично сидит. Я себе такое куплю. Это брендовая вещь. Не видишь цену? Чем вы заняты? Ничем. Вы рассматриваете журнал МОД на урок? Учитель, это гораздо интереснее, чем ваши глаголы. Это школа, Хазал. Школа. Убери это немедленно. Ты меня слышишь? Убери, я сказал. Что вы делаете? Как ты смеешь разговаривать со мной? Выйди из класса. Урок еще не закончился. Выйди, я сказал, из класса. Если я папе расскажу, что вы так со мной обращаетесь, то для вас это плохо закончится. Слушай меня внимательно, Хазал. Я выпишу тебе дисциплинарный выговор. Если подобное повторится еще раз, ты вылетишь с учебы. И матери скажи, что пришла за этим сама. Хазал, твоего отца назначили канцлером в Германии? Рейс-канцлером. Я говорю про своего настоящего отца. А кто твой настоящий отец? Ангела Меркель? Так она женщина. Хазал, не говори глупостей. Вы знаете, кто отец Хазал на самом деле? А на самом деле, кто твой отец Хазал? Мой отец, хозяин Дерплё, Джихан Гюрпино. Тогда мой отец был гейтс. Вы что, не верите? Конечно, верим. Собирайтесь, я приглашаю вас всех в Дерплё за свой счет. Кто не верит, пошли. Хазал, не говори глупостей, ты с ума сошла? Нет, собирайтесь, все идут со мной. Собирайся, народ, идем в Дерплё. Удачи в делах, доченька. До встречи, папа, я тебе позвоню. Эдиляра. Как я и говорил, спокойно, спокойно. Хорошо, папа, не переживай. Правильно. Отлично. Ставь! Сейчас. Пошли. Сейчас я тебя почищу, и ты будешь вся такая чистенькая. Мой отец прекрасный человек. Жаль, что он не мой родной отец. Интересно, а какой мой настоящий папа? Добрый день. Добрый день. Я пришла повидаться с Дилярой. Диляра только что вышла, я ее свекла. Вы отец Джихана? Да. Альпер говорил про вас. Альпер? А, партнер Джихана по бизнесу, да. А вы, наверное, его жена. Да, Солмас. Рахми Гюрпина. Рада познакомиться. А я как рад. Какой же везучек этот Альпер. Спасибо. Диляра в порядке? В полном, да. Я рада. Тогда не буду вас беспокоить. Ну, что вы такое говорите? Я собирался выпить чего-нибудь. Если у вас есть свободное время, госпожа Солмаса... С удовольствием. Пойдемте, пройдемте. Я купил это в Петербурге. Самая лучшая русская водка. Для этого сейчас не рано? Для водки не существует времени. Она не подобна другим попиткам. Возьмите. Благодарю. Здоровья. Какая умница. В последнее время Диляра выглядит немного озабоченной. По правде говоря, я за нее беспокоюсь. То есть, вы это поняли, да? У нее какие-то проблемы? А у кого нет проблем? Дело в том, что Диляра скрытный человек. Зная, в чем проблема, может быть, я смогла бы ей помочь? Если бы мог, то сам бы помог ей. Но вы ей точно не поможете. Простите. Вы надо мной издеваетесь? Что вы, что вы. Просто шучу. С Дилярой все в порядке. Только небольшие проблемы с Жансу. Какие? Переходный возраст. И все. Что еще может быть? А как Альпер? С ним все в порядке? В порядке. В полном порядке. Гюрсель. Госпожа Диляра. Добро пожаловать. Добрый день, Гюрсель. А где Джансу? Она здесь. Мы сегодня хорошо потрудились. Она вывела Амбер на прогулку. Скоро вернется. Благодарю. Добро пожаловать, господин Джихан. Добрый день. Были кое-какие документы на подпись? Я вам принесла. Молодец. Господин Джихан, могу я сегодня отпроситься? Моя мама неважно себя чувствует. Хочу отвезти ее к врачу. Господи, зачем ты пришла? Могла просто позвонить. Ничего. Мы к врачу записаны на пять. Иди сейчас же. Могу я чем-нибудь помочь? Нет. Спасибо большое. Держи это. И скорее иди домой. Как дела, Джихан? Все хорошо. Как ты? Говори, что надо поскорее. Мне надо срочно идти. Ничего подождет. Мы и в прошлый раз не договорили. Нашел 12 миллионов? Чем больше финансов, тем сильнее предприятие. Я вхожу в долю с двумя миллионами. Хочу 15% дохода. Вот договор. Я не знал, что у тебя есть 2 миллиона долларов. А у меня их нет. За меня их внесешь ты. Почему я? Ты сам знаешь, Джихан. Что? У тебя есть незаконорожденная дочь, Джихан. Ей 14 лет, ее зовут Хазел. Она вчера была здесь со своей матерью. Как тебе? Браво. Ты меня поймал. Даже не хочу думать о том, что сделает Диляра, если узнает об этом. Тебе будет плохо. Альбер, скажи, чего ты хочешь. Подпиши бумагу, неси за меня деньги, и я буду молчать. До самой могилы. Мне надо немного подумать. 2 миллиона долларов – серьезные деньги. Тут не о чем думать, Джихан. Что же касается денег, я проявил в тебе понимание. Ладно. Дай мне неделю. Нет. У тебя всего 2 дня. Я приду через 2 дня. Скажешь, что решил. А до тех пор я могила. Ты на самом деле очень хороший друг. Придурок. «Конечно» Музыка Куда ты? Гюль Сарен, куда ты пошла? Напудрилась и пошла. Гюль Сарен, куда ты пошла? Гюль Сарен, где же она? Сейчас придет госпожа Дилера. А вот и она. Джин Су, доченька. Здравствуй, мама. Гюль Саль, ее надо почистить. Я все сделаю. Можешь отдыхать. Как все прошло. Неплохо. А ты зачем сюда пришла? Повидаться с тобой. Надеюсь, ты не шутишь насчет своего папы? Стала бы я всех сюда приводить, была бы эта шутка. Спасибо, Хазал. Мы поели, попили, но все равно это ничего не доказывает. Скоро сам все увидишь. Пожалуйста. Отнесите это моему папе. Не понял. Я дочь Джихана Гюрпинара, то есть хозяина этого заведения, вашего босса. Кажется, ты поспорила со своими друзьями. Я бы присоединился к вам, но слишком занят. Оплатите счет, пожалуйста. Позвоните господину Джихану, он у себя в офисе. Господин Джихан уже ушел. Что за чушь? Госпожа, минутку. Вам нельзя туда? Думаешь, она говорит правду? И он ее отец? Она нас кинула, не оплатив счет. Ничего себе. 525 лер. Что мы будем делать? Все ее вещи здесь. Не говорите глупостей. Тебе сюда нельзя. Выйди, пожалуйста. Где секретарь? Кого вы ищете? Мне нужен господин Джихан. Что зашел? Господин Джихан ушел. Выведи госпожу. Проходи. Господи. Банкиры вздохнуть не дают. Позвольте мне. Спасибо. Отец уехал на совещание. Казал, у тебя не получится повесить счет на нас. Что за чушь? Продолжение следует. Здравствуй. Ты заметила, что здесь поменяли меню на десерт? Добавили топфенштрудель. Ты помнишь, мы ели его, как даблю в Вене? Тебе очень понравилось. Класс. Тогда потом поем. Хочешь, можем и сейчас поесть. Но я сыта. Хорошо. Может, ты перепутала своего отца с кем-то другим? Она реально решила, что мы поверим, что ее отец хозяин Дерплёв. Интересно, кто ее мать? Хазала, кто может быть твоей матерью, Анжелина Джоле? Хазал, может, хватит с нас этого позора? Кому не нравится, можете идти. Мне наплевать. Джансу. Доченька. Ты же знаешь, как сильно я тебя люблю. Да, мама? Ты права. Я с Хазал. Кто звонит? Из фонда звонят. Так ответь, подождут. Ты будешь оплачивать счет или... Заткнись. Хазал, откуда у тебя столько денег? Доложите, что не хватает. Поройтесь у себя в карманах. Может, наскребем оставшиеся? ГОВОРИТ НА ИНОСТРАНСКОМ ЯЗЫКЕ ПОДПИАМОЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok Послушай, Дженсу С моей стороны была ошибкой пойти с Хазал за покупками Но в тот момент я не подумала об этом Не думала, что тебя это может обидеть Но поверь мне, я на тебя тоже сильно обижена На меня? Да, на тебя Потому что я приревновала тебя к твоей матери Она дала тебе фотографию, на которой беременна тобой А ты уснула с этой фотографией, прижав ее к сердцу И когда я увидела это Я подумала, что я тебе больше не нужна Мама, ты что, маленький ребенок? Иногда мамы впадают в детство Прости меня, пожалуйста, Дженсу Пожалуйста, не бежайся на меня Я не переживу этого Хорошо? 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 했어 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Что сказать и как это сделать Но сейчас я просто растерялся и не знаю, что сказать Джихан Гульсера Сначала ты Ладно Я никогда в жизни не испытывал подобного Прошу вас, не надо Сядь, пожалуйста, сядь Гульсерен Прошу То, что мы делаем, неправильно Гульсерен, я... Я думал, что уже никогда не испытаю подобных чувств Но узнав тебя Я понял, что не все потеряно, Гульсерен Нас свела судьба Гульсера Судьба Даже не знаю Я не говорю, что все будет легко Все будет очень трудно Нам придется пройти через много бед Но мы не вправе гнать чувства, которые испытываем Такое может больше не повториться Я не могу так рисковать Твоя мать, я... я... Даю тебе слово, что заберу тебя отсюда И ты будешь жить со мной Будьте рады Конец четвертой серии Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok